Всем доброго и бодрого утра! Угадайте, куда я иду в столь ранний час. В общем, я не знаю, или я уборку нахожу, или уборка меня находит. Я иду в школу, в класс Кирилла, надо помочь убраться, подготовиться к первому сентября. На улице, кстати, пасмурно, нет и солнышка такого активного, и прохладно. Стройка вовсю кипит прям. Там, смотрите, какое небо! Молодцы, так быстро строят! Трамвайчик! Я, кстати, сейчас старых трамваев не вижу, все новые уже поменяли. Вот, поставили новый такой вот знак. Я люблю школу. Классно нам будет на 1 сентября пофотографировать детей. Как всегда, серьезно, Артем Алексеевич! Чего ты? Маме надо делать дела. Темочке надо посидеть в колясочке. Да? На улице хорошо, сегодня прохладненько, поэтому дома не душно, комфортно. А что? Мама с тобой уже поиграла со сладушиком. Теперь надо сделать дела, потом снова с тобой будем играть. Так любят, когда с ним разговаривают. Общительный парнишка. Да? Ты общительный парнишка? Да. Ну, рассказывай, как твои дела? Как твое здоровье? Иншаллах, все, чтобы у Темочки было хорошо. Да, Темочка? Что Темочка хочет сказать маме? Что ты хочешь сказать маме? Сегодня показывала фотографию у знакомой. Она говорит, копия, папа. Ты копия, папа. А мне кажется, что он очень похож на папиного папу. Да? Да, прям копия. Каждый в нем видит что-то. Кого-то. Да. Кто-то говорит, что на меня похож. Кто-то с Кириллом что похож. Кто-то с Кариной. Я на себя похож. Такая деловая, ногу на ногу. И лежит. Ками. Пусть полежит немножечко отдохнет. Сейчас я ее включу в мультик. И под шумок ее прочешу. В дни, когда ее очень плохо, я, честно говоря, не заставляю ее причесываться. Пусть ходит такая, какая она есть. Когда, конечно, куда-то нам надо уходить. Но здесь уже другого выхода нет. Я ее причесываю. А так я ей даю свободу. Если бы не было бы комфортно ей так уходить, да, то она бы давалась бы причесывать беспроблемно. Значит, ей это все не мешает. Для нее это все лишняя травма, да. И потом еще хуже. Ну, я это езжайка. А этот запрыгнул ко мне на ручке. Пимпочка. Вот вспоминаю, как Кариночка была маленькая. Пимпочка. Ками. Такая вот сладенькая была. Каринка тоже маленькая. Я ей Камилу вот так вот когтем еще держала. И на вторую руку Карину. И вот так вот я с ними ходила с двумя. Потому что брала Камилочку на ручке, она плакала. Карина просилась на ручке. А на что за ребенок? Чтобы она не обижалась, не чувствовала себя какой-то обделенной. Так таскала две руки, чтобы одна не была свободной. И таскала их двоих. Да, мои сладусики? У меня сегодня генеральная уборка на лоджи. Нужно помыть окна. Прошли дожди, окна грязнющие. Еще и птички внесли свою лепту. Ну, наверное, так зингам, да, говорят же. То есть пыль неимоверно помыть надо будет стены, шкаф вот этот вот. Кстати, очень рада, что мы поставили этот шкаф на лоджи. У нас вот сейчас лоджия функциональна. До этого она была бестолковой. Только для сушки белья. А сейчас все очень даже хорошо. Там у нас коврик. Вещи. Надо сейчас еще одну сушилку достать. Коврик, потому что у нас камилка стоит на углу. И наблюдается движение машины. Очень удобно сразу два в одном, да, массаж, стоп, так. Пыль летит неимоверно с этой стройки. Не могу прям постоянно. Все надо чистить, особенно стенок, чтобы стропуляться. Надо еще помыть эту обувную полку. Когда мы сделали на лоджию ремонт, и я сразу вынесла обувную полку сюда, мы говорим, ой, зачем стояла она в коридоре? И нормально. Мы даже в коридоре заказали огромный шкаф-купе, и там нет обувной полки. Зачем? Вот пусть это будет на лоджии, никто это не видит и никому не мешает. Как говорится, все равно обувь, особенно закрытая, у нее есть такой специфический запах. На лоджии удобно, так как у нас круглогодично все окна открытые. Все здесь и проветривается. Нашла такие вот ботиночки Камилкина, я их почистила, насколько это возможно, но еще раз сейчас я их почищу, продезинфицирую. Позвоню соседке, предложу ее девочке отдать. Так они в идеальном состоянии. Ну, а у меня сил с уборкой. Я уже нижний шкаф почистила, теперь прихожу на верхний. Прошу вас, принцесса Камила Алексеевна. Кроме банана. Да, вот странно, да, бананы вообще не ест. Причем с самого вот прикорма первого не ест. Ага. Хотя он ее первый раз, как нельзя, сама бери, бери. Бери, она сама. Молодец. А ты что там? Кулачки кушаешь? А у него, кажется, жубки, жубки режутся, жубки, жубки режутся. Жубки любые. Он подготавливается, десна. Вот и мой хороший, бацой мальчик, я скажу. Ты такой уже хороший, бацой мальчик. Молодец. Она уже одну такую целую тарелку съела малины, вот сейчас еще половину. Да, любит. Сама бери. Так вот так вот. Сама бери. Берет сама. Да. Молодец. Ярубки надо, да, по мелочкам кушать? Ярубки коридористые. Сладкая малина? Угу. Очень хорошая. Вот у меня есть. Сухая прям такая. Да, она мне еще такая, так как я вам сейчас другую дам. Не в которую я готовила, ящик пенцал, да, хорошая такая. Сухая, да, сладкая очень. Ты тоже на следующий год будешь кушать, мой сладкий? Расскажи, я тоже буду ягодки кушать, ягодки полезные, да, Тёмочка? Тёмочка, мой Тёмочка, Тёмочка, мой жрак. У тебя скоро у тебя тоже начнется первый прикорм Тёмочек в шесть месяцев. Я тоже буду малинку, все ягодки буду, кувничку, да, ежевику, голубику. Будешь с бабулей ходить гулять? Да, бабуля будет ему ягодки покупать. Вот он хороший. Будем гулять с ним, да, он хороший. Ты тоже не сама даешь, вот сама берет всегда. И она сама брала, а потом я давала, потому что это, я же Тёмочкой. А, чтобы она сама брала, да, всегда училась самостоятельности. Конечно. Она умничка, да, Камилочка? Ручки надо, что-то... Она сейчас пусть доест? Да, он вытирает. У меня своя салфеточка есть. Полотенечко постоянно с ним, да? Полотенечко постоянно с Камилкой. Вот и мой хороший. Я одну съем. Тёмочка тоже будет есть свежий с пастелами. Ты ела? А? Ты ела? Она мне принесли тоже. Моя тоже сладкая. Тёмочек. Тёмочек. Я персики, знаешь, такого люблю, вот это, белый лебедь. Или как они? Золотоватые. Да, 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 очень вкусные. Бери. Они сладкие такие, чтобы они были мягкие, сок с них тёк. Вот эти я взяла, что-то часть мягкая, а часть твёрда персиков. Я их на компот пущу. Да. Тёмка. Немножко добавьте кизела или что-нибудь красненькое добавьте. Ну да, яблочко можно вот это вот свежее. Яблочко, персик, мортифрук. Да. Мортифрук. Да, Тёмочка? И сварить нам, скажите, нам это, всем мортифрук. Ну да, он даже с молочком будет пить. Камиль. Камила вот понимает, когда у неё в тарелке ещё остаётся, и когда закончилась. Да, а когда заканчивается, она не возвращается. Не ищет. А когда знает, что там ещё есть что-то, она возвращается и ищет. А особенно, это вкусненько, потому что ей понравилось. Да, Тёмыч, ты видела, как у него волосы выросли? Угу. Волошатый. Тём, Тём, Артём. Артём, Артём, Тём, Тём. Ты мой хороший. Он бабуля так уже узнаёт, да? Да, конечно. Ой, ты мой хороший. Бабуля его зовут Артём. У Карина была на руках и смотрит, постарышит. И ищет, ага. И бабулин симулятор жизни. Моторчик бабулин. Да, мой хороший. А что ты прыгаешь, мама? Он же это, нормально сидит. Или это уже привычка у тебя? Нет, это кажется, что он нормально. Попробуй не прыгай. Это же Тёмочка. И вот сразу, а вот видите, что он хороший. Карина собирается на теннис. На теннисе им нельзя в топике, поэтому она вверх от костюма не одевает, одевает отдельно футболку. Карина, это ж мои серьги. Мои. А ты в курсе, что это и моя сумка? А кепка? Это моя. Кто тебе сказал? Ну уже да, твоя была моя. Ну была. Так, дочка растет. Мама, когда я вот в Кариненом возрасте была, ну я тоже у мамы брала и косметику, и сумки всякое такое награла. Всё, она меня оставит скоро без ничего. Вот и сейчас у нас с Кариной так. Вся моя бижутерия к ней перекочевала. Кариш, у тебя же тоже много её. Ну мало. Мало. Мало, да? Мало. Понятно. Ты Машу ждёшь? Угу. Ну сейчас я буду поймать. Давай, давай, зайка. Кариш, ты скучаешь по школе? Угу. Я хочу в школу. Крассовки тоже мои. У нас я вижу размер ноги. Ты хочешь в школу? Да. Ты видел какого-нибудь крутого коллекса? Да. Не все выйдут с единорожкой. Ну что, скоро в школу тебе? Угу. А потом будешь, говоришь, когда же каникулы я уже устала учить? К чему? Соскучилась по одноклассникам? Да. А по Ольге Анатольевне? Да. Она у вас очень хороший человек. У нас ещё будут новые предметы. Да, новые учителя, новые предметы. Вчера подали заявку в пенсионный фонд на возобновление выплаты по уходу за ребёнком инвалида. Вот. И сегодня мне позвонили и сказали, что мы её неправильно подали. Не в том разделе, нужно перепадать заново. И я у специалистов с Евпаторией звонили, спросила по поводу моей ситуации, которая случилась, что мне Яндекс.Зен предоставил справку 2 НДФЛ. А вообще, как бы, говорится о том, что если хоть рубль ты заработал, то с тебя снимается данное пособие. Много говорим, да. И закон тоже, как бы, каждый трактует по-своему. И в законе ещё есть тоже какие-то свои там моменты небольшие. Значит, и она мне, специалист, объяснила, что неважно. То есть доход вообще в этом случае, он неважен. Он у тебя вообще может быть нулевым. Если ты работаешь, ты можешь работать без дохода, то это пособие снимается. Просто слово «ты работаешь». Как бы, мне многие писали, ну что вы хотели, если вы имеете хоть рубль дохода, то с вас снимут это пособие. Нет, вы можете даже не иметь доход, всё равно его снимут. Всё, она мне рассказала, как мне перепадать. Сейчас приедет муж. Теперь я всё внимательно читаю. Вдвоём читаем, что-то уже не с лупы стоим, чтобы прям всё, что мелким написано, тоже прочитать. И будем подавать заново. Так что, имейте в виду, можете даже ничего не зарабатывать. Если вы работаете, всё, уже автоматически это пособие снимается. Кто ты там? Я всех, надо с ним разговаривать ещё. Да? Чтобы ему скучно не стало. Мне надо помыть люстру. Вот это всё. А сейчас я мою полку. Постирала. Сейчас надо вот эти вот всё принесла. Отпарить. Потом это всё собрать до единой кучи. В общем, дел очень много. На улице сейчас зора такая. Попозже пойдём гулять. Собрались мы на улицу. Хорошо идём. Ого, какой сильный дождь. Целый день его не было, хотя с утра тучи были, да? А вот сейчас туч таких-то и нету серьёзных, как утром было. А, дождь полила. А Карина смотришь, если гулять. Нравится, конечно. Ой, ну смотри, прям как из бедра. Тёмыч, ты настроился гулять? Да, Муратой настроился гулять. Я тоже его надеялась. Хотел пойти на площадку, да, Тёмочка? Ну, сейчас это закончится и пойдём. Тёмочка хотела пойти на площадку погулять. Это что такое? Хорошо хоть это, мы дома. Ну да, если бы где-то были на улице. Да. Да, иду домой после дождя, погода просто суперская. Но ноги все грязные. Сейчас приду, не надо будет их отмывать. Провела мама домой. Так хорошо с ней поговорили. Шли очень медленно. Папа с Тёмочкой, с Камилкой, с Кирюшей дома. Карина. С подружкой своей. Рано сейчас начало темнеть. Резко так. Мы с мамой так хорошо пообщались. Вообще, знаете, в суете дел мы забываем об общении даже с самыми близкими. Постоянно какие-то дела, куда-то торопимся, что-то нам надо сделать. Живём на мне, вечно надо убраться. Ну, нафиг. Всё это надо бросать и больше общаться с своими родными и близкими. Заходили с ней в магазин «Еда-вода», но это материковая Россия, называется «Красное-белое». Набрали всего. Мама себе там сливки даже взяла. Я себе набрала. Прогулялись. Тёмыч, когда Тёмочка лежит на животике, я вспоминаю, Карина, ты такая была маленькая. Вот прям копия с Тёмочкой. Когда он вот на животике лежит. Сейчас, сейчас! Такой человек. Человечек. Ползи, Артём. Человечек. А как он ползать, научится? Научится. Скоро уже глаз да глаз под ногами тоже надо везде смотреть. Чтобы только человечка, не дай бог, не задавить. Смотри, ты как внимательно смотрит. На что, на руку? На пальцы. Привет. А мне кажется, он продвинулся на минутах. Да, он сейчас продвинулся. Надо будет ему заказать коврик для пола специальный. Мама, надо запись на коврик сегодня. Мне красиво напомнить. Да, надо будет заказать Тёмочке. Скоро уже будут активно-активненько ползать. Кстати, по поводу Каринкиных волос. Очень многие спрашивали, что мы корешечке даём. Ну, во-первых, мы ходили к эндокринологу, сдавали целую кучу анализов. И сдаём их периодически. Мышонок. Мышонок так же удобнее. Ну, видишь, ему так удобнее. Смотри, он как повернулся. Сдавали целую кучу анализов и периодически сдаём. Очень важно использовать при детской лапеции шампуни без СЛС. Шампуни, бальзама. Всё для роста волос. Дерсенваль. Но Дерсенваль уже здесь эндокринолог говорит. Поскольку минут там от возраста всё зависит. Сладкие стопы? А почему такие маленькие ножки? Такой маленький ещё. Комплекс витаминов. Очищение организма. Кстати, очень классно влияют витаминки для роста волос. Биотин очень хорошо для волос. Вот сейчас она припевает комплекс биотин. Будет курс его припевать. Вот, видите, биотин. Иди сюда, Коренечка. Биотин ей даёт очень хороший рост. Смотрите, какие длинные. Сразу волосики стали. Смотрите, вот тебе так красивенько, моя хорошенькая девочка. Ползун. Тио. Лоя, смотри, взглядом словила. Что, вот такой вот рост, а вот у витаминки качественное питание скорректировать обязательно. Риску нула.